Генеральная прокуратура В Британии решением высокого суда города Лондон с Аблязова и его сообщников взыскано 4 миллиарда долларов США. Скрываясь от правосудия за рубежом, Аблязов продолжает противоправную деятельность, нарушая требования Конституции Республики Казахстан о запрете пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя. Посредством социальных сетей, мессенджеров, а также распространение листовок с обращениями к различным группам населения Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения. Тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь. Преступной целью руководителя ДВК Мухтара Аблязова и его активистов, несмотря на неоднократное утверждение о мирных акциях протеста, является свержение и захват власти. Подобные действия по закону о противодействии экстремизму признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступление против безопасности государства. В этой связи Генеральная прокуратура, реализуя предусмотренные законом о прокуратуре полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании ДВК экстремистской организации. Сегодня решением Есильского районного суда города Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме. Судом деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникации, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов. Кроме того, по фактам возбуждения социальной розни, пропаганды и публичных призывов к захвату власти, органами национальной безопасности и внутренних дел проводятся досудебные расследования. Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182, 258 и 405 Уголовного кодекса. Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикации, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов ДВК. Кроме того, участием будут считаться организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий в поддержку ДВК и его руководителя Облязова. Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг Облязову и ДВК. Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы освобождаются от уголовной ответственности.